МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так. Опять реклама. Ну сколько можно? Здравствуйте, ребята. Извините за такую реакцию, но, наверное, многие не раз произносили эту фразу. А я не понимаю, что такого особенного в рекламе. Почему люди так на неё реагируют? Ведь это набор слов и картинок, как маленький мультфильм или кино. Ты, конечно, прав, Авиос. Но набор слов, которые используются в рекламе, не так прост, как кажется. Например, почему для того, чтобы выучить стихотворение, нам требуется много времени, усилий, а реклама запоминается сама собой. Секрет в её особом языке, который мы с вами сегодня попробуем изучить, чтобы не попадаться на рекламную удочку. Реклама от латинского утверждать, выкрикивать, протестовать. Это пропаганда идей, товаров и услуг. Спасибо, Авиос. Стоит отметить, что язык рекламы далеко не всегда был таким, как сейчас. Ведь первые рекламные сообщения появились ещё до Рождества Христова. В Египте, например, торговцы слоновой костью зазывали покупателей примерно так. Дёшев, очень дёшев в этом году благородный рок исполинов. Идите ко мне, жители Мемфиса, подивитесь, полюбуйтесь и купите. А в Древней Греции для жителей Афин предназначалась такая рекламная песнь. Чтобы глаза сияли, чтобы олили щёки, чтобы надолго сохранялась девичья красота, разумная женщина будет покупать косметику по разумным ценам у экслиптаса. В современном мире, когда скорость жизни возросла, рекламы стали более лаконичной. Короткие, чёткие фразы, рекламирующие товар, называются слоганами. От английского «ту слог», что означает «сильно ударять». Теперь понимаете, в чём предназначение слогана? Ударить по памяти так сильно, чтобы запомниться навсегда? Именно авиус. А чтобы слоган запомнился, используются самые разнообразные литературные средства. Например, очень часто слоганы являются слегка переделанными или вовсе оригинальными цитатами из песен, кинофильмов или литературных произведений. Так, одна турфирма взяла своим слоганом припев известной песни. «Как прекрасен этот мир! Посмотри!» Такие слоганы, переделанные из уже известных цитат, легко запоминаются. Очень часто в рекламе используется каламбур, то есть игра на разных значениях слова. Например, «Ваше второе дыхание» реклама «жевательные резинки». «В хорошем чае души не чаем». «Поднимаем всё, даже настроение» Это реклама автопогрузчика. Очки в вашу пользу. Реклама оптики. Или запах, который говорит о вкусе. Одеколон. Спасибо, Авиус. Впрочем, двусмысленностью нужно пользоваться умело. Если обувной магазин напишет слоган «Мы вас обуем!» Вы пойдёте в него? Я точно нет. Ведь слово «обувать» имеет и другой смысл. Обманывать. А кто захочет связываться с магазином, который обманывает? Какие ещё словесные приёмы используют рекламщики? Ну, например, метафору. Вот реклама консервов. «Кальмар – это энергия океана на вашем столе». Или реклама тканей. «Шёлковая радуга». А вот довольно длинный пример. Только мы не бросим вас в беде. Буксировка с места аварии? Да. Ремонт в дороге на стоянке? Да. Доступные цены? Да. Здесь использована эпифора. Так называется повтор слова в конце каждой строки. Молодец, Авиус. Также любимый литературный приём рекламщиков – антитезы. То есть столкновения противоположностей. Например. Реклама умеет строить очень двусмысленные фразы. Один из таких приёмов обыгран в мультике, где крестьянин продавал корову, которая не давала молока. На вопрос «А сколько корова даёт молока?» он честно отвечал «Да мы молока не видали пока». И, разумеется, корову никто не покупал. Тогда незадачливому продавцу вызвался помочь парень, знающий толк в рекламе. На тот же вопрос он нашёл иной ответ. «Не выдаешь за день – устанет рука». Построив фразу таким образом, что её можно понять в разных смыслах, он одновременно и солгал, и сказал правду. То есть, с одной стороны признал, что эту корову не выдаешь, рука устанет, но молока не видать. А с другой стороны дал понять, что коровы дают так много молока, что даже за весь день всё не выдаешь. Увы, двусмысленность – это одна из рекламных уловок. Далеко не каждая реклама говорит правду. И уж, конечно, не стоит верить словам «больше», «дешевле», «лучше», «самый», «единственный», «уникальный», «новый», «необычный». Для того, чтобы убедить нас в чём-либо, реклама продаёт не просто предмет, что-то более ценное. Кто бы, например, купил вот эту простую ручку? Такую же, как тысячи других ручек. Но если снять школьника, который с помощью этой ручки написал сочинение и получил пятёрку? Или поэта, который написал этой ручкой поэму и удостоился Нобелевской премии? Ручка, она ручка и есть. Я бы не попался. Потому что ты, Анюс, программа, и у тебя нет психологии. А вот у наших телезрителей есть. Пожалуйста, помните, ребята, что реклама пытается продавать нам не просто вещи, но и дружбу, успешность, счастье, красоту, которые якобы следуют из обладания этими вещами. Но это не так. Дружба, красота, любовь, счастье никак не связаны с рекламой. Всё это человек может создать сам. Причём совершенно бесплатно. А теперь давайте сыграем в нашу литературную игру. Надеюсь, бумага и ручка у вас уже наготове. Итак, поехали. Первый вопрос. Что помогало старику Хатабычу исполнять желания Вольки? А. Туфли Б. Челма В. Борода Г. Волшебный перстень Вопрос второй. Какое произведение называют энциклопедией русской жизни? А. Евгений Онегин Б. Война и мир В. Преступление и наказание Г. Отцы и дети Вопрос третий. В каком известном произведении дуэлянт явился на дуэль с фуражкой, полной черешин? А. Дуэль Чехова Б. Герой нашего времени Лермонтова В. Выстрел Пушкина Г. Отцы и дети Тургенева Вопрос четвёртый. В каком воинском звании состоял Максим Максимович из Героя нашего времени? А. Генерал Б. Штабс-капитан В. Полковник Г. Адмирал Правильные ответы вы узнаете в конце передачи. Авиус, прочитай, пожалуйста, новый вопрос от телезрителя. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что такое эвфемизм? Саша Палкин, город Саратов, 12 лет. Спасибо, Авиус. В любом языке, помимо литературных слов, существуют грубые слова, которые не стоит употреблять. А слова, которыми мы заменяем грубые, называются эвфемизмами. Эвфемизм в переводе с греческого благоречия. Много эвфемизмов в газетах и на телевидении. Например, слово, которым во многих странах долгое время называли людей с темным цветом кожи, считалось обидным, потому что подчеркивало их низкий социальный статус. В России это слово принято заменять на афроамериканец, афроевропеец или афро-россиянин. А слово инвалид заменяют на выражение лицо с ограниченными возможностями. Про тюрьмы же говорят места лишения свободы или места не столь отдаленные. Употребление эвфемизма зависит от аудитории, в которой мы его произносим. Так или иначе, во всем нужно знать меру. А знаете ли вы, откуда взялось выражение «за душой ничего»? Да и вообще, что оно означает? Никакого отношения к бездуховности это выражение не имеет. В старину считали, что душа человека помещается в углублении между ключицами в ямочке на шее. Примерно в этом же месте был обычай хранить деньги. Поэтому о бедном человеке говорили, что у него за душой ничего нет. Впрочем, то выражение не поменяло свое значение до сих пор. А теперь, дорогие ребята, доставайте ваши листочки с ответами на викторину. Будем их сверять. Итак, что же помогало старику Хатабычу исполнять желание Вольки? Думаю, многие уже догадались, что правильный ответ – борода. Ведь именно из нее старик Хатабыч выдергивал волоски, чтобы исполнить желание. Правильный ответ – В. Второй вопрос. Энциклопедия русской жизни. Так известный критик Белинский назвал роман в стихах Евгений Онегин. После чего эти слова подхватили и другие литераторы. Правильный ответ – А. Вопрос третий. Хотя во всех перечисленных произведениях происходили дуэли, только в одном из них герой пришел на дуэль с черешнями. Это произведение – одна из повестей Белкина. Выстрел. Правильный ответ – В. И, наконец, вопрос четвертый. В каком звании состоял Максим Максимович? Он был штаб с капитаном. Правильный ответ – Б. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами, друзья. И будем очень рады вашим письмам, которые вы можете присылать по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» с пометкой «Академия занимательных наук словесность». Или оставляйте свои вопросы на сайте радостьмоя.ру. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова